Привет, мои хорошие! С вами Селена Суэй и Дэнни! Ура! Фигня! В общем, сегодня у нас будет покупочка Фаберлик. Я сегодня купила новое, в первый раз детское появилось там совсем для малышей, для таких, как вот у нас, девчонки. Малыши, у кого есть, там появилась одежда. Ты уже побежал туда? Да? Кстати, я набрала кучу всего, и мне в подарок дали стиральный порошок. А у них стиральные порошки и кондиционеры для детей можно тоже использовать, потому что все гипоаллергенно, бережно относится к волокнам ткани, дерматологически протестирован. Ну, в общем, я для ребенка поняла, что можно тоже использовать. У меня уже кондиционер есть от Фаберлик, вот теперь будет порошок. Дэнни, давай по порядку, Зай. Колготки! Да-да! Колготки для тебя. Смотрите, колготки купила детские, 100 Дэн, синий, размер 80-86. У нас сейчас 80-81, может, 82. Наверное, 80 где-то. Ни хрена себе колготки. Ну-ка, Дэнни, иди сюда. У него разные носки, потому что первые носки, которые попались мне под руку, я быстро одела, потому что я просто не успеваю с малышом. Иди сюда. Там трое носков было. Разные. Так, давай оденем тебе. Сейчас я померю. Мне кажется, они какие-то огромные, если честно, у нас эти колготки. Но всегда одеваешь, и потом думаешь, опачки, а оно как раз уже. А со стороны кажется, что... Слушайте, очень мне нравится ткань. Это хлопок, оно как бы тянется. Сейчас посмотрим. Ну, то есть натуральная ткань, но мне нравится, то есть у меня до этого были белорусские колготки. Они такие шерстяные и кашлатятся. А мне кажется, вот эти кашлатиться не будут. Слушай, Зая, ну ты вырос, честно говоря. Чё я тебе могу сказать? Да? Ну, они тебе большеватые, конечно. Надо было брать поменьше. Но у нас уже 80, например. Куртка 80. Ну, покажись. Вот такие, короче. Но качество очень хорошее, мне нравится. Короче, тебе ещё на следующий год они, походу, пойдут. Ну, вот чуть-чуть, видите, вот чуть-чуть. Продемонстрируй, Зая. Подефилируй, Котя. Мама натянула по самую нежачу, по самые сисюлечки. Ну, повернись, повертайся. Не хочешь? Ну, давай снимаем, потому что сейчас впереди у нас штаны будут. Давай. Я тебе там кучу всего набрала. Ну, как кучу. Напробуй. Короче, колготки качество офигенного. Только вот у нас размер 80 наш, да? А я взяла 886. Они большеватые. Значит, надо размер в размер брать в следующий раз. Так, что дальше? Ты достал, да? Дальше я взяла вот такие вот штаники. Короче, один костюмчик взяла, а одни штаники отдельно. Ну, тоже такой же размер взяла. 80. Вот сейчас взяла 80. Иди померяем. Иди померяем. Ну, померяй. Отстань, баба. Ну, вот эти как раз вообще, мне кажется. Классные. Тоже хорошая ткань. Вот, кстати, в Фаберлике я взяла водолазку. Мне она очень нравится по качеству. Очень приятная к телу. И вот я сейчас смотрю, штаники тоже. Ой, шикарные. Шикарные. Смотри. Смотри, какой ты модный. Смотри, какой ты модный. Модный, модный пацан. Тра-та-ти-та-та-там. Да? Да. Тра-та-ти-та-та-там. Модный. Он так любит завязочки вот эти вот завязочки. Так, значит, смотрите. Вот такие еще штаны. 80-ки. Что тут у нас? Носки взяла. Носки, конечно, большие. Тут написано 12-14 размер. Но, по-моему, это 12-14 на возраст. Потому что, ну, они вот такие, очень большие какие-то. Здесь две пары. Вот такие вот и такие. Очень миленькие. Ну, прям вот. Ну, огромные, да? Да. Ну, они сейчас... Не знаю. Ну, давай померим. Если ты сомневаешься, конечно. Ну, не знаю. Ну, тебе надо бы еще подрасти до них. Да, они большеватые. Свободные такие. Короче, надо было меньше брать размер. Ладно. Что дальше у нас? Дальше у нас футболка новая. С длинным рукавом. Это как раз я взяла под низ одевать. Она вот такая вот. С такими надписями. Какой размер? Что у нас все детское, да? Нет, я там еще и себе купила кое-что. 80. Дэнь, давай. Та-да. Та-да. Давай, руки поднимай. Да, я тебе одену кофту другую. Вот так. Молодец. Давай вот этот оденем. Померим. Так, здесь она без всяких клепочек. Вот, свободненько зашла. Давай ручку. Да, да, да. Ну, давай вот эту сначала. Давай. Ого. Она такая универсальная и по цветам совпадает. Можно под эти штаники ее одевать, можно под еще одни штаники я взяла. Другую ручку возьми. А эту дай мне. Что-то я принарядилась для этого видео. Ну-ка, покешься. Ну, покешься нам. Ну, классная вообще. Она, мне кажется, и теплая будет. У нее офигенский под... По размеру все замечательно, короче. Пацан счастлив. Ну, тебе только сейчас дома у нас жарко, конечно. Я уже вся вспотела. Подожди, я две кофты, получается, взяла. А, все. Штаны я одни взяла, вот такие. А кофты взяла две. То есть, вот под штаны эти. То есть, это костюмчик такой. И отдельно такую кофточку. То есть, их можно сочетать. Тоже размер 80. Да, очень довольна. Оно прям идет как 80, да даже чуть-чуть больше. Ладно, все. Тебе все уже. Фух. Так устала. Малыша одевать, раздевать. Короче, в себе взяла вот такую щеточку. Не знаю, как она будет в работе. Это для нанесения тонального крема или консилера. Я думаю... Единственное... Ой, я не смазала. Единственное, что я уже сейчас вижу, что она... Как маловато мне. У меня такая вот кисточка. Сейчас покажу. У меня вот такая кисточка, смешанный ворс. И я, конечно, видите, когда тональный наношу или что-то, я захватываю его по половине лица. Вот так вот. А эта маленькая, и мне вот не очень удобно работать маленькая. Но она плотно набитая такая, приятная на ощупь. Ну, может быть, как консилер. Знаете, вот что-то такое. Хотя я тут пальцами размазываю. Ну, даже не буду сейчас пробовать. Я думаю, она хорошо растушевывает. Просто, конечно же, захват намного меньше. Дальше это у нас будут вот такие вот значки, которые я увидела в Фаберлик. И давно хотела я их себе приобрести. Когда я увидела в Фаберлик, я решила, что да, это знак. Здесь у нас значок вот такая вот... Сейчас я вам достану. Мне кажется, сюда что-то подойдет мне. Каблучок. Здесь кисочка. Давайте кису сделаем. Киса! Рыгай сюда. Вот такая вот киса. В общем, здесь было раз, два, три, четыре, пять значков. Еще были губки. Губки вы можете посмотреть на фотографии и видео. У меня в Инстаграм. Я здесь оставлю. Я их сразу прицепила. Губки на джинсовую курточку здесь на воротничок. И было это так клево. Сразу заиграл весь образ. Смотри. Нет, это тебе нельзя. Это я сюда положу. Короче, классные значки. Поближе вам покажу, что здесь было. Вот такие вот они. Так, что у нас дальше? Что дальше? Что дальше? Дальше я решила в Фаберлик попробовать сухой шампунь. Я его еще не пробовала. Так что спрашивайте, пишите в Инстаграм. Расскажу или... Ну, просто я не знаю. Я не так часто пользуюсь сухим шампунем. Просто я люблю, когда он у меня есть. В самый подходящий момент он подходит. Сейчас, зайчка. Вот. У них не было просто раньше. Мне советовали, говорили классный, классный шампунь. Попробую. Но его не было. Я говорю, как я его попробую, если его нет в продаже. Дальше. Я взяла две вот такие масочки, потому что я люблю масочки разные. Витаминная маска для лица. Ой, ну, по-моему, это маски, которые просто жидкие. Их нужно нанести на лицо, а потом смыть. А я думала, что там маски, которые, знаете, вот так накладываются все. И лежишь, кайфуешь, потом снимаешь и все. Такие я не очень люблю. Ну, попробую. Что делать? Я же взяла. Или оставлю. Не знаю. Еще, кстати, я решила себе взять сыворотко-активатор жизненной силы клеток. Что там? Открой! А что ты такой злый, Дня? Почему на маму ручишь? Короче, вот такая вот сыворотка. Аккуратно. Вот такая вот сыворотка. Вот такая, вот такая, вот такая. Вот она как выглядит. Почему-то она здесь полуоткрытая была у меня. Вот. Она такая здесь полупрозрачная, чуть мутноватая. Какая-то она должна, наверное, быть такая. Я не знаю. Но я думаю, это масло какое-то. Сейчас мы попробуем капнуть. Масло я бы не очень хотела. Ой, кстати, очень приятное. Ой, приятный запах. Неплохой. Приятный запах. Сразу впитывается. То есть это не маслянистая какая-то. Это реально сыворотка. Вот как я и хотела. Что же она делает? Революционная антивозрастная сыворотка. Эффективно борется с морщинами и провисаниями. Устраняет тусклость. Придает коже эластичность и прыгость. В общем, сокращает морщинки. В общем, сокращает морщинки. И все будет у меня замечательно. Рекомендуемый курс использовать не менее двух месяцев. Наносить 3-4 капли сыворотки утром и вечером на очистенную кожу лица, шею, области, декольте. И добавляйте 1-2 капли сыворотки в дневной или ночной клин. Для усиления их действия. Отлично. Что-то он у меня был немного тут открыт. Я, конечно, там все проверяла. Может, я не закрыла так хорошо. Что он немножко у меня тут весь в сыворотке. В общем, я разберусь. Вот такая вот. Вот такая. Вот. И последнее, что я взяла, ни разу не брала, решила попробовать. Это белье. Девчонки. Я его вмерила. Жалко, что я не могу его вмерить на камеру. Мой любимый, конечно же, не поймет. Хотя я такая, что почему бы и нет. Я ничего против этого не имею. Не считаю, что это какой-то разврат. Поэтому те девчонки, которые свободные и показывают, как смотрится белье на нить. Я считаю, что это, в принципе, нормально. Но мой любимый против, думаю, будет этого. Поэтому я вам покажу вот так вот. Офигенное вот такое вот белье. Как оно клёво смотрится. Оно без чашечек. Здесь немного плотноватая идёт ткань. Ну, не ткань, а она идёт двойная с таким вот тёмным, да. А здесь вот она идёт сверху. Идёт полностью вот этой сеточки. Можно подтянуть лямочки. Сзади идёт всё вот так ажурно, красиво. У меня размер 75B. Я взяла точно. И всё подошло. Шикарно. Шикарно, в смысле. Я не знаю. Вот посмотрите, да, как оно мне... Ну, может быть, вы... Сейчас дайте волосы чуть распущу. Образ создать. Ну, я всё беру бельё для любимого своего. И вот просто вот эти цвета, сочетания. Посмотрите, как. Представьте, да, что я вот в таком белье. Мне кажется, очень красиво. Ну, оно очень красиво. Оно... Я не знаю даже. И вот такие трусики, они тоже идут здесь на попе. Они полностью ажурненькие такие. Вот. И спереди только вот такая вот у нас подкладочка идёт. Вот оно. И тоже всё ажурненько. Короче, очень красивые трусики. Я взяла XS. У меня вообще размер S одежды, но трусы почему-то всегда XS нужно брать. S-ки какие-то большие. Я не знаю, почему так. И 75B. Всё точно подошло мне по размеру. Офигенно. Я довольна. Он очень красивый. Он ещё золотится как-то. Вот эта вот вышивка, она золотится. Вы видите? То есть такой глубокий тёмно-синий. Вот эти вот кружева, вот эта золотистость. Это вообще... Я думаю, что мой любимый... Ну, просто не сможет меня никак разлюбить. Никогда. Потому что его всегда... Я столько белья на заказала. Я вообще планирую вам снять отдельное видео, показать бельё. Вообще, какое я предпочитаю, какое мне нравится. Будет бюджетное там и небюджетное. В общем, разное будет бельё. Но Фаберлик достойно. Достойно. Девчонки, мальчишки. Все, кто занимается этим, молодцы. Всё, мои хорошие. Это всё, что я хотела показать. Получилось ещё так, что я сделала заказ. Я всегда, когда делаю заказ, я открываю всё в отдельном окне. Я, кстати, может, это говорила во влоге. Открываю всё в отдельном окне. Потом всё захожу, смотрю. И потом уже выбираю, добавлять в корзину это или нет. И получилось так, что я уже всё выбрала. Потом решила ещё немного пройтись. Ещё сделала три окна, открыла. В общем, делаю заказ. Всё, уже сделала заказ. Закрываю и смотрю, что три окна я ещё не обработала. А там ещё было что-то детское. Ещё что-то для себя из одежды хотела взять. Но, в общем, на следующий раз всё это перенесём. Будут как раз новиночки. Что-нибудь. Всё, мои хорошие. Кстати, ребёнок у меня научился всё откручивать. Вы представляете? Просто невозможно. Я случайно, просто случайно, смотрю, откручивает. Я, ну-ка, думаю, может, он просто там пытается, да? Нифига, он откручивает. Он всё откручивает. Всё, мои хорошие. Вот такие были покупочки. Рекомендую. Детям вообще покупайте. Вам понравится. Я уверена, вы будете довольны. Потому что я очень довольна. Просто превзошли мои ожидания. Бельё супер-мега классное. Всё нигде не торчит. Ниточек. Ну, вообще, молодцы. Вообще, молодцы, молодцы, молодцы. Колготки офигенские. Носки, я тоже думаю, хорошие. Но они большие. Смотрите внимательно. По-моему, там года делаются, да? Ну и всё. Всё. Значки классные. Всё классно. Всё супер. Фаберлик снова радует. Всё, мои хорошие. Если вам было интересно и полезно, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто в первый раз. Или, может быть, просто смотрит кто-то меня ещё не подписан. Подпишитесь. Ну, а я с вами прощаюсь. До следующего видео. Пока-пока. Ведема, я украду твоё сердце навсегда, пока есть интерес мне. Ты забудешь то, что было вчера. Моя сила не просто слова. Ведьма, я украду твоё сердце навсегда.